Сегодня был достаточно занятный труток мы будем делать на блюприннете спаун такой коробочке и перейдет ее по сплайну в произвольное место место выбирается произвольно а сплайн генерится на виду сейчас буду показывать как это делается все это делается одним единственным блюпринтом вот как бы общий вид в принципе немного так что первое сначала делаем спаун сначала мы прячем рисуем нашу коробочку вот она дальше мы ее прячем и получаем ее локейшн разбиваем локейшн и заставляющие и делаем таймлайн в таймлайне у нас все просто от единицы до нуля идет трек фолд и фолд и что дальше здесь происходит у нас set actor location то есть у нас на апдейте идет она идет испаунится и потом перемножается z перемножается на высоту от единицы до нуля и прибавляется к изначальному локейшн выбираем z за кого затем хотелось запустить допустим 100 значит от 100 и она упадет до нуля потому что трек у нас идет от единицы до нуля и это мы все заводим в set actor location после того как она приземлилась мы запускаем squash это такой же трек но только векторный здесь у нас мигание которое там происходит здесь у нас изменение scale то есть x y жирнится z включится ну и собственно вот set scale и set параметр emission emission power ну я думаю так понятно просто эмиссия вот это наш спаун был еще раз показываю как это выглядит вот ничего оп приземлилась и сейчас полетит поспорим значит что у нас тут дальше есть следующая функция ну не пользуюсь но тем не менее она имеет право место быть а сначала мы должны создать новенький геймплей динамик материал и спрятать наш объект чтобы он под ногами напутался это так кстати интересная вещь если сюда запихнуть scale то почему то он не отрабатывает скорее всего опять очередной групп nreo 5.1 поэтому пришлось делать именно хилл значит здесь простой перелет это не по спайну это просто перелет timeline скорость воспроизведения position нашего объекта position куда мы хотим перелететь это у нас просто actor видите просто обычный actor который выставляется редакторы и здесь просто обычный lerp a и b все остальное опять же тоже set location ну и просто идет lerp между стартом и финишем эти значения то же самое тот же самый scale и тот же самый blink ну и последнее самое интересное это spline сложнее здесь немножечко сложнее значит это у нас кастомный вектор к нему пойдем потом пока идем по линейке false что у нас здесь происходит есть random bull который либо да либо нет ну 1.0 если да то у нас вот random вектор минус 100 по y если это false то плюс 100 то есть у нас как бы эти наши коробочки будут лететь либо вот так либо вот так округ так красивше дальше вот этот random вектор мы делаем ему set и тут такая хитрая штука мы берем положение между нашими точками между a и b ну в смысле вылез вперед и находим lerp между ними то есть это в середине имя альфа 0.4 то есть 40 процентов она типа пролетела доплюсовываем сюда random вектор и у нас получается что мы создаем еще одну точку то есть у нас получается что сплайн наш будет не прямой если он просто не ца а вот сюда вот точечка создаться то есть либо здесь либо здесь у нас получится что либо сюда полетит либо сюда вот и если сплайн custom сплайн вектор который идет тут то мы берем опять же вот эту вот среднюю точку но здесь у нас не запятим минус 100 плюс 100 а плюс вводим какое-то число то есть он может там верхом полететь под низом да как угодно и опять же создаем переменную mypos вот это была первая точка это старт мы кстати походу еще перемудрил или не перемудрил нет все правильно дальше мы создаем переменную mypos и берем вторую точку вот этот mypos это и наше отклонение нашего сплайна и создаем третью точку это куда прилетает что у нас тут вот смысл даем сплайн-поинт и позицию у него я здесь сделал просто выше потому что у меня персонаж стоит ну просто стоит а у него pivot point в ногах поэтому я просто приподнял эту точку перелета и у нас получается три точки первая это старт этот сплайн-поинт третий последний и центральный сплайн-поинт это отклонение еще раз открочу назад видно было всю структуру так что у нас здесь дальше здесь опять же таймлайн и этот таймлайн делается то же самое что и предыдущий разы по нашей точке ну двигаемся по сплайну сплайн 0 до 1 этот трек set actor location мы просто двигаем по сплайну наш вот блюпринт scale который опять же генерируется таймлайном вот таймлайн наш странно что не влазит ладно короче таймлайн эмиссива таймлайн скейла и таймлайн движение по сплайну сплайну вот опять же blink и вот эта вот штука у меня по итогу не заработала я хотел чтобы последняя точка сплайна двигалась за персонаж но почему-то не работает это будет либо допиливать либо опять очередной блюдо скорее всего я на косяке вот такой вот у нас получился перелётик по факту до Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...